Так, мы продолжаем наши трансляции из Theistic Media Studio, город Чинмай, Таиланд. И вопросы, которые есть у слушателей, связанные с ведическим знанием, можно задавать прямо в прямом эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое лакоматара? Аватара. Это же так очевидно, это такие синие люди с ушами, которые живут в фильме Джеймса Камерона, очень большие. Мы видим, что в большинстве духовных традиций речь идет о каких-то посланниках Бога. Вот. Христос говорит, Отец мой более велик, чем я. Магомед говорит, что я лишь пророк. Но если мы рассматриваем ведическую духовную мысль, то в совершенно особым месте в Индии, которая в древности называлась Баратаваршей, нисходит сам Всевышний. Не сын Бога, не пророк, а сам Всевышний, он регулярно нисходит в различных образах. И в Багавадгите, азбуке восточной духовности, изложено также учение об аватарах. Это эпические строки и фоника, ритм очень красивый. В Багавадгита говорит, Яда-яда-хидармасия, глани-рбават-ибарата, абьюштанам адармасия, татадманам сриджам-вяхам, паритрана садхунам бина-шаячадуш-критам, дармасам стапанартая, сам хавами-юге-юге. Каждый раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, говорит Кришна, Я не хожу, я прихожу, я не схожу на эту землю из века в век. Для того, чтобы явить себя праведником и покарать безбожников, я прихожу. Поэтому мы видим, что различные аватары, такие как Кришна, Шри Чайтания, Будда, Рама, они нисходят в этот мир на территории Индии. Но буддизм, например, распространяется по всей Азии, по всему Востоку. Если мы говорим об учении Шри Чайтании, о практике бхакти-йоги, сознания Кришны, то оно также распространяется по всей земле, во всех странах мира практически. Сейчас воспевают святые имена Харе Кришна, Махамантуру. Поэтому, хотя аватары нисходят в Индии, но их учения, их послания распространяются и в других странах. Например, сейчас мы находимся в Таиланде, и здесь, а также на Бали, повсюду присутствуют мотивы Рамайана. Сцены из Рамайаны можно увидеть даже в жизнеописании Будды, а всех царей, правящей тайской династией, так и зовут Рама I, Рама II. Поэтому обычно, когда мы читаем священные писания, такие как Евангелие, мы видим, что Бог, Он сам, в принципе, молчит. Но когда аватар нисходит, когда сам Абсолют нисходит, то Он говорит с такими интонациями, с какими никогда не сможет говорить Пророк Бога или Сын Бога. Он говорит, что Я источник всех миров, все исходит из Меня. Или Он говорит, Оставь все виды долга, все виды дхармы, и предайся Мне, вручи себя Мне. Я освобожу тебя от любого греха, не бойся ничего. Поэтому мы видим, что подобная интонация священных писаний, ведических писаний, она возможна только там, где сам Господь рассказывает о Себе, о Своем мире, о Своем окружении. И мы знаем, что даже в Библии есть учение о том, что мы по образу и подобию Божьему. И разные древние системы, например, такие, как учение Платона, говорят, что этот мир лишь тень высшей реальности. Но если мы по образу и подобию Божьему, то каков Бог, каков Его мир? И подробно это учение изложено только в Ведах. Поэтому сам Кришна, Он говорит в Бхагавадгите, «Аваджананти маммутхах манушьямтанамашритах». Когда я прихожу в образе подобном человеческому, глупцы пренебрегают мной. Они не могут представить, что безграничное может принять форму чего-то ограниченного. Однако в действительности мы по образу и подобию Божьему. Но мы стареем, а время не гласно над Абсолютом, Абсолют вечно юный. И точно так же мы видим в этом мире есть мужское и женское начало. Поэтому если бы Абсолют был только мужчиной, как это зачастую описано в аврамических религиях, в исламе, в христианстве, то странно, откуда же тогда происходят девочки. Поэтому веды говорят, что есть мужское и женское начало в Абсолюте. Точно так же, как солнце неотделимо от жара, точно так же энергия преданности, олицетворенная любовь, это женское начало в Абсолюте, и ее имя — это Радха. Само слово Радха происходит от глагола Аратхана, что означает «посвящать себя, служить». И Радхарани — это олицетворение любви и преданности, которое оно направляет на Кришну. Поэтому Радха и Кришна, изначальный мужчина и изначальный женщина, это источник всех богов, всех аватаров и всех проявлений божественного. И в Индии есть знание о том, что есть не только мужское, но и женское проявление божественного. Лакшми Нарайана — супруг процветания, бог процветания Нарайана и богиня процветания, Лакшми. Сита и Рама, праведный царь. Рама — аватар и его супруга Сита. Поэтому, когда мы говорим об аватарах, мы не должны забывать, что тот мир, высший мир, он не является абстрактным. Он такая же реальность, как та реальность, в которой живем мы. Но его отличает от нашего мира уровень сознания. Здесь каждый болен вожделением, там каждый свободен от вожделения. Здесь каждый стремится брать, там каждый стремится отдавать. Сознание — это два мира, два сознания. Поэтому мы видим, что когда все аватары нисходят, нисходит не только сам абсолют, но нисходит его супруга, когда приходит царь Рама, нисходит Сита, когда приходит Кришна, являет себя Радхарани, а также нисходят друзья и спутники Господа, как в фильме «Матрица», когда агенты, они нисходят в наш мир. Точно так же различные друзья, а также родители Всевышнего, все они нисходят в этот мир. И более того, у Бога есть брат, его второй Ябаладев. И когда приходит Чайтанья, Баладев является как Нитянанда, когда приходит царь Рама, он являет себя как Лакшман, когда приходит Кришна, он являет себя как Баладев. Поэтому если мы более широко посмотрим на учения об аватарах, мы обнаружим, что всегда приходит не только Всевышний в каком-то образе, а нисходит его возлюбленная, нисходит его брат, нисходят его друзья-спутники. И таким образом надо понять, что Высший мир, он не абстрактен, он населен даже более густо, чем наша планета. И пока мы находимся здесь, нам кажется, что такие личности, как Сократ, Будда, Христос, которые своей жизнью указывают путь в мир бессмертия, таких личностей на Земле единицы. Однако Шлашдхара Махараджи, он говорит, существует мир аватаров, существует мир множества Христов. И именно из этой удивительной реальности, где все бодхисатвы, все просветленные, к нам и нисходят аватары. Аватар дословно означает тот, кто нисходит. Такова общая идея. В Ведах существует учение об аватарах, которое является по-своему сложным. Если говорить упрощенно, то можно сказать, что Всевышний отличается от нас тем, что Он может распространять себя в множество форм. То, что ученые называют мультисознанием. Мы можем осознавать себя только в одной точке пространства, но Всевышний по самой своей природе осознает себя во многих точках пространства и времени. Поэтому Он может представить в разных образах. Даже мы иногда входим в один образ, когда мы отдыхаем, в другой образ, когда мы работаем, в третий образ, когда мы выходим на демонстрацию. И точно так же Всевышний гиперразнообразен. Поэтому описано, что один тип аватаров — это космогонические аватары, которые связаны с различными мифами творения космоса. Например, гигантская черепаха, которая плавает на вселенских водах, Курма, гигантский вселенский вепрь и так далее. То есть какие-то удивительные существа из времен, когда только создавалась вселенная. Другой тип аватаров — это распространение абсолютов в подобные ему формы. Например, известна такая история, как во времена, когда Кришна был царем, Он построил множество дворцов для множества своих жен. И мудрец Нарада, который обладает способностью перемещаться в пространстве и времени, он начинает посещать разные эти дворцы. И в каждом из дворцов он обнаруживает какое-то проявление Кришны, которое развлекает каждую из своих супруг. И в одном дворце Кришна играет в шахматы с женой, в другом дворце он играет уже в мяч, в третьем он плавает, в четвертом он медитирует сам на себя. На кого еще медитировать Кришну, если он абсолют? Остается медитировать. Кришна сидит и медитирует на Кришну. Поэтому как-то Шила Аватхут Махараш проповедовал в Абхазии, и кто-то из пылких абхазов сказал, почему ваш Кришна, который должен быть алицетворением цвела мудря, имеет столько многих жен, каких-то девушек у него? И Аватхут Махараш объяснил, что он бог, по своей природе каждая душа — это его девушка. У него не одна, не две девушки, а все души по своей природе — это его служанки. Он говорит, что есть большое различие, что Кришна может распространять себя во множество форумов, и поэтому никто не чувствует себя обделенным его вниманием. Поэтому существуют разные аватары, и некоторые аватары выполняют какую-то функцию, они называются шакти-авеши. Допустим, аватар, которого зовут Парашурам, грозный воин с топором, он уничтожает почти все воинское сословие, которое древней Индии, которая настолько отклонилась от каких-то духовных принципов, что фактически стала терроризировать собственное население. И тогда Парашурам уничтожил непокорных воинов, почти все воинское сословие Индии, и он думал, что же дальше с силушкой это делать, знаете, как богатыри, куда же теперь силушку девать. И тут Парашурам встречается с Рамой, с другим аватаром Всевышнего, и Рама говорит, что твоя энергия сейчас начнет действовать во вред стране, поэтому он прикасается к нему и забирает его силы, и после этого Парашурам становится очень таким спокойным, интеллектуальным мудрецом, уже прячет топор в пещере. Поэтому это называется шакти-авеши-аватар. Шакти-авеши-аватар — это когда какую-то личность наделяет божественной энергией. Другой пример шакти-авеши-аватара — это Арджуна. Арджуна — это друг Кришны, непобедимый воин, и также его братья Пандавы, праведные царевичи единоведической цивилизации, империи. Он не знал поражений в боях, и сами боги даровали ему различное мистическое оружие. И вот после того, как происходит великое сражение на Курукшетре, где Кришна рассказывает Бхагаладгиту, все чувствуют, что сейчас должна наступить Каль-юга, эра деградации, когда распадается единая ведическая культура, когда забывается прошлое разных народов, когда начинаются болезни, катаклизмы. И тогда Кришна думает, пора уходить с этой земли. И он сидит, медитирует на то, чтобы поставить эту планету, и охотник, который идет в лесу, благодаря влиянию мистической энергии Кришны, принимает его пятку за морду оленя. Он выстреливает в нее, и Кришна говорит, «Ах, я умирает от раны стрелой в пятку». И практически вскоре после этого его крепость, которая была возведена прямо в океане, индийская Атлантида, два рока, она тонет в водах моря. И в это же самое время царевичи Пандавы, они начинают замечать, что кометы и другие дурные знаки видны в небе, что землетрясения потрясают землю, что внезапно разные сословия начинают ссориться и враждовать друг с другом. И они чувствуют, что что-то случилось, но они не понимают, что происходит. И Арджуна, он вместе со царицами Двараки, которые покинули затонувшую крепость, он понимает, что надо идти, совершать какое-то жертвоприношение, какую-то аскезу. И в это самое время разбойники нападают на непобедимого Арджуна, героя Махабхараты. Арджуна настолько непобедимый лучник, что даже в Таиланде и по всей Азии можно увидеть его скульптуры. И этого самого Арджуну избивают разбойники. И он не может даже защитить цариц. Поэтому он говорит, я чувствую, что Кришна покинул эту землю, и мистическая сила, которая была со мной, покинула меня. Поэтому все мы должны начать совершать свое последнее жертвоприношение, и вскоре мы оставим этот мир. Поэтому такова идея Шахтя-Веша-Аватар. Шахтя-Веша-Аватары — это тот, кто получает какую-то особую силу постоянно или на какое-то время полномоченная Личность. Таким образом, мы рассказали, что есть аватары, которые являются распространениями самого Господа, Веласа-Аватары, Шахтя-Веша-Аватары, какие-то аватары, которые обладают особой силой. Существуют аватары, которые относятся к космологическим аватарам — вепрь, черепаха. И также существует очень интересное понятие, которое называется «юга-аватар». Юга-аватар — это аватары, которые даруют какую-то духовную практику для различных эпох существования человечества. Веды объясняют, что в разные времена психические силы людей, их продолжительность жизни, она разная. И в глубокой древности, когда климат был очень ровным, благоприятным по всей Земле, когда люди жили много тысяч лет, основной духовной практикой была медитация. И приходит аватар белого цвета, который обучает медитации. Затем, через много тысяч лет, становятся актуальны такие практики, как поклонение в храме. Но вскоре становится понятным, что далеко не каждый может каждый день ходить в храм. Потом широко распространяется огненное жертвоприношение. Но вскоре выясняется, что и костер, классическое жертвоприношение ведическое, это должны быть приглашены, накормлены четыре жреца. Жертвоприношение идет в целом 5-7 часов, они читают мантры, все должно быть в очень размеренном ритме. И в конечном итоге возникает вопрос, а что может быть с тобой, что возможно в нашу эпоху, когда жизнь человека столь короткая, когда ресурсы наши материальные столь малы. И поэтому объясняется, что в нашу эпоху основной практикой будет культивирование духовного звука. Молитва, мантра, она всегда с тобой. То есть молиться можно в любых обстоятельствах. И мы видим, что, например, в Ветхом Завете еще в книге Левит, там описано, как жрецы совершают жертвоприношение на жертвенниках. Точно так же в Махабхарате мы можем видеть, что приносится в жертву конь, жертвоприношение коня, например, совершают цари. Но в нашу эпоху все эти квалификации жрецов пропадают, и приходит Будда, который проповедует ненасилие. Он восстанавливает жертвоприношение животных, дискредитирует авторитет Вет. Затем приходит Шанкара, который проповедует сущности буддизм, но возрождает авторитетность ведического знания. И, наконец, приходит Ши Чайтане, аватар божественной любви, который распространяет практику воспевания святых имен Бога, Харе Кришна, Махамантра. Точно так же, как в христианстве Христос говорит «засветится имя твое» и уже не призывает воло в жертву приносить, точно так же в ведической цивилизации Ши Чайтане он приносит практику воспевания Харе Кришна, Махамантры. Обращение не только к мужскому, но и к женскому аспекту Абсолюта, к Харе Кришна, к Всевышнему и энергии божественной любви, энергии преданности ему Радхарани. Харе Кришна означает Радха и Кришна. Такова идея, полная концепция божественного. И Ши Чайтане, он приходит в 15 веке в Индии, но он делает предсказания. Придхивиты Ачияты Нагарати Грамм, Сарватра Прочары Хайбаморанан. По всем селам, деревням распространится практика воспевания. И по всем городам, и в каждом городе, и в каждом деревне будут воспевать святые имена Кришны, которые я открыл этому миру. И также в 19 веке Бхактивинод Такур, он делает предсказания об этом. И мы можем верить в это или не верить, но благодаря деятельности святого Бхактивиданта Свами Прабхупады, который являлся Шахтявеша и Аватар, подобному Арджуне, подобному Парашураме, точно так же он был Шахтявеша и Аватаром, он был человеком, но наделенным божественной энергией. И он начал свою всемирную проповедь, будучи почти 80-летним стариком. И где-то в возрасте с 70 до 80 лет он, будучи глубоким старцем, распространил практику воспевания святых имен Кришны по всему миру. Он написал множество трудов на Бенгалии, санскрите. И Шилашдхара Махарадж, его близкий друг, он сказал, что человеку такое непосильно, поэтому он является не кем иным, как Шахтявеша и Аватаром, Господа Нейтенанды. Он уполномочен свыше, он наделен особой божественной энергией, которая позволила ему распространить практику воспевания святых имен Кришны по всему миру. Поэтому, когда мы читаем о деяниях Аватар или о деяниях Шахтявеша Аватар, тех, через кого действовала божественная энергия, нам кажется, что так невозможно жить. Эти люди — это живые легенды. Но тем не менее, они ходили среди нас и так далее. И еще один тонкий момент, который связан с нисхождением Аватаров, это то, что когда нисходят Аватары, то в трехмерную реальность вторгается многомерный духовный мир, который, в принципе, не может полностью совмещаться с нашим плоским материальным измерением. Поэтому в трудах Бхактивинода Такура Ваишнавского святого есть очень мистическая фраза о том, что же такое нисхождение Аватаров в нашу реальность. Это примерно то же самое, что вторжение агентов Матрицы, как в фильме Матрица, совершенно другая реальность приходит. И Бхактивинода Такур, он говорит о нисхождении Аватаров следующее. Не Техаса, на Акалпате. Те описания, которые вы читаете в священных писаниях, они не являются ни выдуманными, ни воображаемыми, ни историческими. Возникает вопрос, погодите, погодите. То, что они не являются воображаемыми, могу допустить, но что значит, что они не являются историческими? А то, что когда многомерный мир нисходит в трехмерную реальность, это, в принципе, не может быть материалистичной историей. Это то, что происходит, выходит, в принципе, за рамки человеческого рассудка. Поэтому, когда речь идет об Аватарах, могут быть несколько версий описания их деяний, разные формы понимания их личности и так далее. Многомерная реальность нисходит в трехмерный мир, подобно тому, как Кастанеда говорил, что у магов у них отдельная реальность. Но здесь не отдельная, а высшая реальность нисходит. И когда она уходит, то необходимо закрыть склейку. Это то же самое, что если бы в черно-белое плоское кино вклеили стерео, цветное стерео. Поэтому удивительным является то, что эту склейку, ее каждый раз скрывает потоп. Рама, он сам уходит в море. Когда Кришна покидает эту землю, его мистическая крепость Дварака тонет в волнах. И, наконец, когда Шичитане мистическим образом покидает этот мир, существует разное описание его хода. Кто-то говорил, что он вошел в океан, кто-то, что он вошел в божество Тотагапинатха. Нет даже одной версии того, как Шичитане покинуло этот мир. И когда Читане уходит с этой планеты в 16 веке, он почти наш современник, то Ганга меняет свое русло, и те земли, где он был, затапливаются. И только в 19-18 веках опять Ганга освобождает их. Поэтому одно из таких модных направлений, доказательств подлинности аватаров является археология. Мы сами участвуем в археологических экспедициях. И, допустим, такой путь, что вот на Курукшетре нашли наконечники, копий, которыми сражался Кришна и его воины. Или со спутниковых высот, благодаря спутниковой фотографии, можно видеть остатки моста, которые Рама проложил от Индии кланки. Или вот доктор Рау нашел остатки Двараки. Однако в действительности святые объясняют нам, что то, что находят археологи, это лишь тень трехмерной муляжи, безграничной, в принципе, непостигаемой духовной реальности. Нельзя выкопать кусок духовного мира. Поэтому то, что остается, когда уходят аватары, иногда это сравнивается с тем, как змея сбрасывает кожу. Кожа — это не змея, но это некое символическое обозначение. Поэтому в действительности сказано, что когда Рама строил свой мост, то войско разумных обезьян, которое было на его стороне, они просто брали камень, писали на него имя Рам, и камень падал на воду и держался на ней. Поэтому как могут археологи обнаружить подобные артефакты? Когда нисходят аватары, нисходит многомерная игровая реальность. И то, что остается, это лишь трехмерные муляжи. Но тем не менее археологи свидетельствуют, да, какие-то муляжи, какие-то остатки есть. Но мы должны помнить, не Техаса, а Накал-Пате. В действительности, это высшая многомерная реальность, нисходит трехмерный мир, и все, что может найти археология, это лишь трехмерные муляжи безграничных многомерных реальностей. Наверняка это было все очень понятно. Ну, прежде всего, надо сказать, что в Индии это добрая традиция. И обычно много людей, которые говорят, что они аватары, присутствуют. Например, недавно мы были на Кумхамеле. Это крупнейшее собрание представителей разных духовных школ, йогов, аскетов, которые еще со времен Шанкары существуют в Индии. И я вот лично живьем встретил двух гуру, учителей на Кумхамеле. Один из ордена Шанкары, второй он из Рамануджа Вайшнав. Но ученики дружно, по-дружески мне говорили, что оба они аватары. И вообще для Индии то, что кто-то аватар, это вообще нормальная часть мышления. То есть первое, что мы должны понять, что очень много людей в Индии говорят, что они аватары, и у этих аватаров в той или иной степени есть приверженцы, которые принимают их в качестве аватаров. Есть среди них и наиболее успешные, такие как, кстати, Саи Баба, в божественность которых поверило значительное количество людей. Но мы говорим о том, что признаки аватары описаны в священных ведических текстах. И аватары не плодятся, как грибы после дождя. Приход аватары — это такое редкое событие, и от этого события еще несколько тысяч лет человечество остается под впечатлением. Поэтому все глубокие мистики, даже если они обладают какими-то удивительными способностями, они не говорят, что мы Бог, они говорят, что мы слуги Бога, мы лишь используем его энергию. Поэтому те, кто называют себя аватарами, они могут создавать какие-то предметы из воздуха, прочитать какую-то мысль. Но, допустим, уже создать летающий город им трудно. Хотя мы видим, что энергия Всевышнего поддерживает в воздухе не только карандаш, который могут поднять взглядом аватары, а, собственно, все планеты в космосе плавают. И в Бхагалагите Кришна говорит, я напитываю Землю своей силой, поддерживая ее в космосе вместе со всеми обитателями. Поэтому ведические учителя говорят о том, что приход аватар предсказан в ведах. И как только приходит какой-то аватар, сразу являются священные писания. очень быстро. И сразу, даже если эти предсказания были скрыты, они проявляются. Поэтому то, что касается Шричитани, то или Будды, или Кришны, или Рамы, то все эти описания, предсказания есть. Но то, что касается многочисленных современных учителей, в писаниях мы не находим. Относительно Читани, например, в Шримад Бхага в этом сказано, Век Кали явится Кришна, но цвет тела его будет не темный, а иной золотистый цвет тела. Он придет вместе с своими спутниками, и он будет практиковать совместное воспевание имен Бога. Что в эту эпоху деградации, кали-югу, нету нового пути, кроме воспевания, кроме молитвы, кроме воспевания имен Бога. Нету нового пути, нету нового пути, нету нового пути. Поэтому мы видим, что когда пришел прем-аватар Шри Читания, он полностью отдавал себе практике воспевания святых имен Кришны. Он постоянно был погружен в транс божественной любви. Он преодолел оппозицию на уровне мусульманского наместника Кази. И мы видим, что кто были последователями Шри Читания? Рупа и Санатана. Один из них был премьер-министром, а второй — министром финансов. И оставив общество царя, приняв обет нищенствовать, они стали жить во Вриндаване, создавать гениальные произведения на санскрите. И таких людей у Читания было множество. Все его спутники были выдающимися. Это то же самое, что, допустим, Сатиса и Баба, он приезжает в Москву, и тут же, я не знаю, как зовут текущего у нас министра финансов, но, допустим, Кудрин и Медведев, как Рупа и Саназана, один министр финансов был, а второй — премьер-министр. Или, допустим, Путин и Медведев, они тут же облачаются в одежде нищих, говорят, теперь мы будем только писать стихи о Боге на санскрите, уходят в леса. Поэтому, чтобы понять, что действительно происходило во времена Читания, подлинного аватара, надо просто спроецировать это на современное общество и понять, что ни один гуру, пророк современности не обладает подобным влиянием на людей. Поэтому существуют законы, существуют юристы. И точно так же существуют священные писания и эксперты в них. Эксперты в ведических писаниях говорят, что в ближайшее время на Земле не будет присутствовать какой-либо аватар. Аватары — это редкость. Но постоянно будет присутствовать одновременно множество учителей, йогов, пророков, которые будут показывать какие-то мистические вещи, заниматься благотворительностью. И благодаря этому, благодаря влиянию на политику, будут раскручивать себя как аватаров. Но это не имеет отношения к подлинной духовности. Джордж Харрисон, уже во времена Битлз, во времена революции хиппи, было множество, уже, кстати, Сайва Ба тогда было, множество есть менее известных в Индии деятелей, которые говорили, что «я Бог, служи мне». Но Бахтивиданта Свами, которого Харрисон принял в качестве своего гуру, и весь Битлз, он сразу понравился всем Битлам тем, что он говорил «я не Бог, я слуга Бога». «Не Сохам, не я есть он, а да Сохам, я лишь слуга». Но мы видим, что такое сверхпроводник. Чем холоднее температура, тем больше электричество он может проводить, чем больше настроение самопредания, вручение себя Господу у какой-то возвышенной души, тем больше духовной энергии она может проводить через себя. Наше эго — это главная преграда к течению Божественной энергии через нас. Поэтому слуги Божьи, они могут совершать гораздо более впечатляющие дела, чем различные лицемеры, именующие себя аватарами. Именно через них и действует подлинная Божественная энергия. «Эго» — это всегда стена между душой и Богом. «Ахамкара неврита нам кеша вонахи дурагах». Гора эго встает между душой и Богом. «Ахамкара неврита нам кеша вонахи дурагах». Подобно парвати, подобно Гималая. «Ахамкара неврита нам кеша вонахи дурагах». Ну, потому что там космодром. Ну, просто надо понять, что у всех явлений существует то, что можно назвать центральным ведомством. Например, там, центр высоких технологий в Америке — это Силиконовая долина. Или, например, центр хранения капитала на всей земле — это Швейцария. Или, например, там, ведущий источник леса и нефти, допустим, — это Россия. Ну, так или иначе. И мы понимаем, что люди, которые хотят получить образование, они часто стремятся поступать в университет в столицу, в Москву, в Санкт-Петербург. Возникает вопрос, ну, а почему в Нижних Еловичах, например, вы не хотите поступить в самый крупный университет Нижних Еловичей, и, пожалуйста, будет вам диплом. Объясняет, ну, в принципе, нет в Нижних Еловичах нормальных университетов. Вот. Поэтому по воле проведения на земле должна быть высшая школа атеизма, высшая школа духовности, высшая школа знаний о божественном, о мире сознания, о мире духа. И по воле проведения такой зоны, как в фильме «Сталкер» есть зона, такой зоны, куда регулярно нисходят аватары, и где хранится самое древнее и самое глубокое духовное знание, таким местом на земле была избрана Индия. И если мы обратимся к ведической духовной мудрости, которая хранится на территории Индии, то в ней мы найдем и принципы бхакти-йоги, которые полностью соответствуют по духу, исламу и христианству. В ней мы найдем и учения, которые близки буддизму. Я должен слиться с пустотой, но обрести в этом бессмертие, в учении шанкары. В ней мы найдем учения карме реинкарнации, которым интересовались оригены гностики. В Индии окажется, что цифры, которые мы считаем арабскими, и математика, она вышла из Индии, и знаменитая теорема Пифагора, описана в Салбасутре задолго до Пифагора. Начав изучать эту страну, мы узнаем, что основатель Шоулиня, монах Бадхидхарма, пришел из Индии. И весь Шоулинь основывается на практике аштанга-йоги, медитативной йоги, ведической. Поэтому мы узнаем, что санскрит — это ключ ко всем языкам, индоевропейцев. Поэтому, когда бы мы не начали изучать индийскую духовную мысль, мы найдем там все, в сущности, что мы находим в каких-то других духовных учениях. Не такие уж и глубокие наши духовные тексты, «Не выжелай вала соседа своего, не жены его». То есть это не такой глубокий прорыв, на самом деле. Поэтому считается, что Христос говорит, что не только возлюби ближнего, возлюби врага своего. Но Багавадгита говорит, что просветленный йог относится равно к другу, к врагу и к посредникам между враждующими сторонами. Поэтому можно сказать так, что большая часть духовных систем — это определенная педагогика. Если ты будешь вести себя хорошо, ты попадешь в рай. Если ты будешь вести себя плохо, ты попадешь в ад. Есть одна жизнь, и за эту жизнь все случится. Но веды, они говорят, существует перевоплощение души, существует множество миров, помимо этого мира, в которых может находиться душа, в мирах богов, в нижних мирах, что все сложнее и интереснее. И все это учение изложено в Багавадгите, в Библии восточной духовности. И поэтому, если вы будете изучать Багавадгиту, вы увидите, что практически все духовные идеи, которые вы встречали в разных духовных традициях народов мира, они включены там как незначительная часть. Но существует определенное эксклюзивное зерно, подробное учение о перевоплощении души, о мироздании, подробное описание не просто одного духовного мира, а иерархии духовных миров, разных форм Всевышнего. И это знание объективно вы найдете только в ведах. Поэтому христианство, ислам, они дают общее представление об Абсолюте. И большая часть мистического опыта пророков этих традиций — это соприкосновение с определенным светом, за которым они предчувствуют существование некой личности. Однако веды говорят, что за этим надмирным светом, светом Брахмана, который состоит не из фотонов, а из душ, которые еще не выбрали, прийти ли им в мир Божий или в мир материи, этот свет скрывает многочисленные миры различных аватаров. И в этих аватарах, в этих мирах живут те, кто посвятил себя служению, обрел вечные отношения с теми или иными формами Всевышнего. Это бессмертные миры бессмертных аватаров. И иногда они со своим окружением не сходят в наш мир. Поэтому подобное духовное знание, которое охватывает не только сотворение мира и его разрушение, а множество творений, множество разрушений в разные эпохи, такое подробное древнее знание мы находим только в ведических текстах. И мы должны понять, что ислам, христианство, они говорят очень простые вещи, что тот, кто не с нами, он не спасется, тот, кто с нами, он будет жить хорошо. Но возникает вопрос, что вы сделаете с праведной бабушкой-коммунисткой, которая всю жизнь не верила в Бога, но тем не менее честно посвящала себя внукам, детям, работала на огороде. Но никакая духовная традиция вообще не была интересна. Возникает вопрос, если я в рай, то на каком основании, если в ад, на каком основании. Поэтому христианство, ислам — это педагогика, кнут и пряник. Но когда бы мы не соприкасались с ведическим знанием, мы будем чувствовать две вещи — глубину и гармоничность. Глубина заключается в том, что веды не скажут тебе никогда, что если ты встал на путь служения Богу, то что просто умерев, ты достигнешь его. Этот путь займет многие жизни. Кто-то рождается, он уже Серафим Саровский, Сергий Радонежский, а кто-то в конце жизни, ну всю жизнь пытается, но все равно грешит. Но с другой стороны, они тебе не скажут, что если ты уйдешь с этого пути, тебе уготованы муки вечные. Наоборот, Бхагаладгита говорит, ни одно усилие на этом пути не пропадает даром, ни один шаг не остается незамеченным, и даже незначительное продвижение по нему избавляет от всепоглощающего страха жизни в материальном мире. Поэтому Бхагаладгита говорит, если кто-то встал на путь духовного развития, но потом усомнился, оставил его, то в следующей жизни он сделает еще одну попытку и продолжит свой путь. Поэтому вы ничего не теряете. Таким образом, веды, они дают гораздо более глубокую, гармоничную картину мироздания. И каждый, кто нуждается не просто в примитивной духовной педагогике, кто с нами спасен, кто не с нами, тот горит. Тот, кто обладает качеством, которое веды говорят в суммедхосах, тонкий духовный интеллект, тот автоматически, естественным образом, примет ведическое мировоззрение. И высшей школой теизма, центральным ведомством теизма, куда нисходят аватары, ни пророк, ни сын, а куда регулярно нисходит сам Всевышний и дает это знание, это Индия, которая в древности называлась Бара-Таварш. Последним аватаром воплощением Всевышнего является Шри Чайтанья. Шри Чайтанья он распространяет практику воспевания имен Бога. Шримад Бхагаватан — древняя Пурана, древний ведический текст, который содержит сказания о праведных царях, о подвижниках. Он описывает творения, он описывает древние династии, он рассказывает о разных формах мистической йоги, он рассказывает о мирах богов, о множестве вещей. Но чем он заканчивается? Он заканчивается так. «Нама сан киртана я сья, сарва папа пранаша нам, прана мо дука шаманам, там намами харим парам». Так воспоем же славу «Нама сан киртани», совместному воспеванию имен Бога. И в Падма-Пуране сам Всевышний говорит «Нагам тиштхами вайкунхе, йоги нам хридаешуа, мат бактам я трагаэнти, татра тиштхами народа». Что? «Нагам васами вайкунхе». Все считают, что я в духовном мире, а меня там нет. Потом «йоги нам хридаешуа». Все думают, что я в сердцах йогов, которые питаются воздухом, но меня нет и там. Но мат бактайя трагаэнти, татра тиштхами народа. Но там, где постоянно прославляют меня, где воспевают мою славу, где говорят обо мне, для тех, кому я интересен, там я неизменно присутствую. Поэтому Весадев, составитель всей ведической литературы, он является также аватаром. Литературным воплощением Всевышнего, который выглядит как мудрец, но в действительности он тоже аватар. И что делает Весадев? Он видит, что когда наступит Кали-юга, жизнь людей станет очень короткая, память станет очень слабая, и они уже не смогут запоминать по памяти ведические тексты. В древности письменности не было, потому что достаточно было один раз услышать, и если ты был из романического священнического сословия, ты запоминал. Но в нашу эпоху все будут в той или иной степени шудрами, низкорожденными. Видит Весадев, он понимает, что надо, во-первых, упростить ведическое знание, дать какую-то квинтсенсию, сливки, и также разделить веды на части. Поэтому Весадев, он берет единую веду, которая существует по всей земле, упрощает ее, записывает, назначает своих учеников заведующими по разным формам ритуалов. Ты будешь следовать практике яджур-веды, веда заклинаний, ты будешь следовать самоведи, веда песнопений, ты будешь следовать рик-веде, славить гимны богам и так далее. И Весадев, он рассказывает другим мудрецам об ужасах Кальюги, он говорит, что духовное знание будет почти утеряно, оно будет очень примитивным, люди будут воевать, будут страшные бедствия, будут эпидемии, они будут жить около 50 лет, и так далее, и так далее. И он говорит, прайя нау пюсахса пиакала фасмию геджанах, мандах суманда матаю, мандабагих юпадритах. Он говорит, что в эту эпоху, которая сейчас настанет, люди будут жить очень мало, они мандах суманда матаю, мандабагих юпадритах, они будут глупые, они будут очень сонливые, очень ленивые, и при этом он улыбается. И все остальные мудрецы, которые питаются одним молоком, живут по 150 лет, знают наизусть тысячи в священных текстах, они говорят, так чему же ты тогда радуешься, почему ты улыбаешься, составляя ведическую литературу для таких людей, являя им санскритскую письменность. И тогда в Есадев, который также является литературным аватаром, есть такое понятие автор-составитель, а в Есадев это аватар-составитель. И тогда в Есадев он говорит, калер дошанид хираджан астихи кома хангунах, киртанат эва кришна сия, мукта санган парахраджит. Он говорит, что калер дошанид хираджан это эпоха кали, деградация, она подобна океану порока, калер дошанид хираджан. Но тем не менее, в этом океане порока есть одно великое достоинство, великое качество, махангунах. И в чем же оно заключается? Киртанат эва кришна сия, лишь воспевая имена Господа, мукта санган, люди освобождаются от влияния мира материи и парамраджет, и обретают йогу, обретают связь с Господом. Поэтому то, что практика воспевания имен Бога будет дана в эту эпоху, это было предсказано во многих ведических писаниях, многими ведическими мудрецами. Но в XV веке приходит Шри Чайтаня, который распространяет практику воспевания Харе Кришна мантры сначала по всей Индии, по земле Баратаварши, и затем предсказывает, что она распространится по всей земле в какой-то момент времени. И он является полным аватаром, воплощением Всевышнего. А личность, которая уже выполняет технически эту задачу в XX веке, Бхактиданта с вами Прабхупада, он не является Всевышним, он является Шактявеши-аватаром, личностью, которая была наделена особой божественной силой, потому что, являясь стариком, между 70 и 80 годами он объезжает много раз вокруг земного шара, возводит 108 храмов. Достаточно изучить его биографию, чтобы понять все эти вещи. И подобным же образом рассказывается, как записывается основное священное писание, но точно так же, как есть Ветхий Завет и Новый Завет. В христианстве точно так же в ведической культуре есть Шримад-Бхагаватам, которые описывают деяния Кришны, это ведический Ветхий Завет, и есть ведический Новый Завет, который повествует о Шримчатане. Шримчатане подобен Христу в ведической традиции. И Шримчатане-Чиритамрита, она записывается 90-летним старцем Кришнадасом Кавираджем. И он в своих дневниках, это многотомная книга, где потрясающая санскритская поэзия, где цитаты из сотен священных писаний, которые написаны на санскрите и на бенгале вместе. И Кришнадас Кавирадж, он говорит, как я пишу читания Чиритамрита. Он не говорит, у меня есть рабочие заметки, я написал черновик, теперь я буду редактировать. Ничего подобного. Он говорит о том, что я почти слеп, мои руки трясутся, перо дрожит в них, но я пишу, фактически он говорит, я пишу методом автоматического письма, даже не думая, но я поражен тем, что какая-то неземная сила действует через меня, и я пишу том за томом Шичи Таня Чиритамрита. И это называется веда. Веда означает богооткровенное знание, которое не сходит в готовом виде, не рождается посредством анализа, размышлений. Это и есть подлинное ведическое знание, подлинные веды. Поэтому на Востоке учителя объясняют, что риши, само слово риши, мудрец, связано с глаголом даршина или дришство, что означает созерцать и видеть. Поэтому объясняется, что подлинные риши, они не сочиняют сутры, ведические гимны и мантры, они видят их в эфире, они слышат их мистическим ухом и лишь записывают их. Вот так рождаются, когда приходят подлинные аватары, то премьер-министр и министр финансов становятся отшельниками и начинают писать поэзию на Бенгалии, на Санскрите. 90-летние старцы создают многотомные произведения. Учение аватаров еще через множество лет распространяется по всему миру. Подобные мистические вещи происходят, и в этом нельзя. Любой беспристрастный человек, он не сможет отвергнуть участие в этом божественной энергии. Поэтому само слово «веда» означает нисходящее богооткровенное знание, а само слово «аватар» означает тот, кто нисходит. Это божественная энергия, которая играет и действует в нашем мире. Последний аватар Шри Читания Махапрабху, который приносит... Обычно аватары, они выполняют две функции. Паритарная садху намбинаши ачадуш критам. Они радуют, поддерживают, вдохновляют праведников и наказывают безбожников. Но в эту эпоху все грешники. Либо всех казнить, либо всех миловать. Поэтому Шри Читания известен как «каруна-аватар». Аватар сострадания, который никогда никого не наказывает. В руке у Вишну четыре руки. В одной он держит чакру и булаву, а в других — раковину и цветок лотоса. Поэтому двумя руками, когда Вишну трубит в раковину и приподнимает цветок лотоса, он благословляет. А когда он кидает свой диск, либо начинает действовать палец, и он наказывает. Но оружие Шри Читания — это святое имя. И он никого не наказывает. Он наделяет, подобно тому, как когда отец пьяный, он раздает деньги всем людям без разбора, всем детям без разбора. Точно так же Шри Читания, опьяненной божественной любовью, он раздает ее повсюду. И его единственное условие — это лаулем, искреннее желание соприкоснуться с божественной любовью, обрести ее. Шри Читания — это последний аватар, описанный в ведах, предсказанный в ведах. Прям-аватар. Аватар божественной любви. В ближайшее время нет. Через много тысяч лет Писания говорят, когда высохнут все священные реки, когда насекомые и мыши станут больше людей, выгонят их из городов, когда, как сказано, красота человека будет зависеть от его прически. Вот так волосы положил красивый, а вот так некрасивый. Когда точно так же, как сейчас люди едят животных, они будут есть своих детей, если их слишком много, а кушать в доме нечего. Ну, наступит такое время, в какой-то момент времени. Это описано также в ведах. Три калагья. Создатели веда, они знали прошлое, настоящее и будущее. И вот когда цивилизация деградирует почти до уровня животных, тогда на огромном белом коне приедет калки-аватар, который очистит землю от сброда, и немногие оставшиеся праведники войдут в новый цикл, золотой век. Этот образ, знаем, что в апокалипсисе встречается образ садника на белом коне. Подобным же образом в ведах есть описание последнего аватара, аватара апокалипсиса, калки. Поэтому в целом не существует разобщенного духовного знания. Духовное знание единое. Но глубина проникновения в него в разных традициях, у разных пророков различна. Если мы беспристрастны, то мы заметим и поймем, что веды содержат в себе идеи всех духовных традиций, которые мы можем встретить. Но при этом также нечто гораздо большее, что можно найти только в ведическом начинке. Я думаю, достаточно час серьезных разговоров об аватарах. Благодарю за внимание. На этом наш эфир подходит к концу. Сегодня мы говорили об аватарах. Жалко, что мы не были их современниками, но так как душа вечная и перевоплощается, у каждого есть шанс. сделать, что мы не можем сделать, что мы не можем сделать. Спасибо. Продолжение следует...